Мы еще будем говорить, потому что это романное материальное. Вам тоже будет говорить. Это очень интересно. Мы говорим, что все хорошо. Мы с ней в районе «Акады» сказали, что мы так же как-то будем вошлащать, что мы выбрали. Нам тяжело, которые приобрели в новой части. То, что для меня тактичная илицемерия, и для нее непосредственность – для меня хампийская. Это модель, с которой я отношусь к другому роду или там, с другими окружающимися, поэтому большую часть в мире не скрывается, не настоящая. И вы хоть и не знаете, как это все правда, я знаю. Не знаю. Это точно. Чем? Скажите на А. Да. Да. У меня все. Классно, да? Ты ищите, да? Не знаю, можете уйти. Нет, нет, нет. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Это глаза, что это студия. Простите. Что вы не знаете? Танкси. Мы с А. Мы с А. Мы с А. Мы с А. Я с А. Твори. У меня плавали. У меня плавали. Я вообще не плавали. А, вот это. У меня тут. У меня нет. У меня там, грустые, крутые. У меня, может, есть люди, которые, кто-то, кто-то вставляют. Ни кой scoreю. Твори. Тут, как вы с А. Между тем, как вы слезали. У меня есть. У меня не было шутболу. А вы с этой столище? Вы слезали. А, что ты рукав臣 сами. У меня есть? Я вообще с этим почела в лоб, где там такие классные кресла. Я и завидовалась тем, кто любит это кресло. Кремль. Твори. Здравствуйте. Твори. Прекрасно провела время. Тебе принести где-то? Знаете, я. Я теперь сяду в кресло и не придется говорить так, что меня точно услышат. Видит меня и сложатся. Всем привет. Меня зовут Плякса. Я собираюсь говорить очень субъективно. Я не собираюсь ничему научить. Мне очень нечему научить. И вообще, мне кажется, что полное название этого мероприятия – это «Размышления о сюжете в автобусе номер 802, Ганс, Калининград, по пути сквозь Нарябрьскую Бухру и Польшу». Так что, ничего такого особенного нет. Но, когда меня Куаа попросила, знаете, что-нибудь сказать в Куае на этот сюжет, я начала про него думать и поняла, что меня обсуждали, значит, эти листы заводят. А после того, как я на конвенции сейчас пообщалась со всеми и всеми в Куае, я поняла, что, видимо, я свидетель разнообразия игр. И, по всей видимости, основная часть моего доклада, разговора посвящена этому. Я совершенно не убеждена, что игры могут быть вообще какими угодно. Что в них можно играть по-разному, они могут быть сами какими угодно, их можно делать как угодно, любым вариантом состава игроков, мастеров и так далее. И разговоры типа «А почему вы называете эту игрой? Мне кажется, это не игра, здесь же нет цели» или там любое другое высказывание такого типа. Кажется странным. Особенно мне странным показался разговор, когда любого сказка «Да, какая крутая игра, мне бы очень понравилось, мне кажется, это не игра, но я бы с удовольствием поиграл». Но, на самом деле, мне кажется, что все это можно называть играми, хотя и можно выделять себе, и лучше бы осознанно выделять то, чем ты сам хочешь заниматься. Делать, играть, во сколько хочешь приглашать. Ну и последнее, что в итоге у меня получится не совсем про сюжет, но это я поясню почему. Мои распространения про это начались с двух моих личных моментов. А, да, про себя. Я много мастерила. Я мастерила с 2005 года. На моей самой маленькой игре было, по-моему, человек пять. На моей самой большой – 2700 с лишним. И, как правило, когда я мастерю, я мастерю на позиции сюжетника или чего-нибудь еще в этом духе. Сюжетно, концептуально, идеально, какого-нибудь странного куска тоже в этом духе. Я много лет мастерила и немножечко продолжаю «Слесницы в небо». И была главным сюжетником на Константинополе, «Стоимости жизни» и «Deus Ex Machina». Поэтому большая часть моих размышлений связана, в том числе, с «Пальшими играми». Моя проблема с большими играми всегда заключалась в том, что я никогда не умела делать, знаете, стопроцентные простые блокбастеры. Мне все время всегда хотелось замынуть что-нибудь экспериментальное, что иногда работает даже на больших игр, но в целом, чем больше играть, тем сложнее делать экспериментально. И у меня в последнее время возникала ситуация в любых типах, в которых я вообще начала думать о том, что общий сюжет. Во-первых, я довольно много сейчас разговариваю с иностранцами про игровые игры. И когда я такая говорю, вот я какая-то и я мастер по… Вы все, возможно, как правило, застаёте в играх поменьше, в мастерской группе поменьше, и у вас нет такой чёткой, как у меня, ощущения, что вот есть мастер по правилам, вот есть мастер по антуражу, а есть мастер по сюжету. И у меня есть какое-то макеосформировавшееся представление о том, чем вообще занимается мастер по сюжету, и что это значит. Но когда я говорю об этом иностранцам, я никак не могу сообразить, каким словом мне это вести. Я могу сказать, что я занимаюсь, что моя сфера ответственности – это плот, но плот – это, собственно, вот сюжет, как мы, когда говорим в русском языке, сюжет, последовательность действий, вот такая. Но это не совсем то, что я делаю. Я почти никогда не занимаюсь вот последовательностью действий и микросюжетиком. И здесь у меня первая возникла мысль, что вообще слово «сюжет» здесь не совсем что-то в основном. А в ТВ, когда у нас рад, мы сделали Дэвзик с Махином, она в чем-то получилась удачей, в чем-то не очень, много всего, но в частности часть претензий, не высказанных мне в лицо, но которые я все-таки заметила от части игроков, была в том, что «А что тут мне сюжет они дадали?» И было очевидно, что они имеют в виду, что они дадали такой вот микросюжет, который я, как мастер по сюжету, должна им было, кажется, дать. Это меня страшно удивило, потому что я всегда была уверена, что главный мастер по сюжету на большой игре занимается вообще не этим. Ну или как минимум не только этим. Чем, мне кажется, занимается пастер по сюжету на большой игре, и, ну, я уверена, что на маленьких играх этим же самым занимается, просто вместе еще и смотрю сюжет в детстве и так любви. Мне кажется, что основной историей ответственности, ну, то, как я понимаю, это термин, большой игре мастер по сюжету, это держание идеи, концепции и макросюжетов. У нас, ну там, в нашей мастерской группе, принято разделять игры макросюжетом. Микро, как что-то частное, относящиеся конкретным персонажем, небольшое, частное. А макросюжет — это, как правило, то, что строится на больших инструкциях, больших сюжетах, сейчас я попробую выключить, я не буду. Встречи разных идеологий, встречи разных концепций, встречи разных сил. В процессе игры, ты, когда персонажи начинают, они могут быть вовлечены в этот макросюжет или не вовлечены в него, но главная суть макросюжета — ответ не будет закрыть. Разогленно на мачу заключается так, что он работает как магнит или какомат и вовлекает в себя походу. А в том числе может и в сюжет вовлекает, а в разные силы этого сюжета может перевовлекать. Из простого примера макросюжета, который такой простой и непонятный на всем игре, когда мы делаем игру про падение Константинополя, у нас есть история про город, который понемногу слабеет, и силы, которые пытаются его захватить. Это большой и понятный сюжет, который неизбежно вовлекает вообще всех, кто находится на перегоне. Хотя они не могут переходить, они могут через одну стену или другую, переходить на другую сторону, решать, что все сюжеты среднего уровня будут подчинены этому. Идея города, который находится в ситуации, когда сейчас что-то с ним неизбежно изменится, или он отстоит, или он падет, но на среднем уровне будут еще раз уже такие, как это политически проявляется, как это культурно проявляется, как это религиозно проявляется. И довольно глупо, если все это среднего уровня совершенно с этим не связано. Например, у нас есть история про войну и падение города, и вкладывается в сам город как символ, и вдруг у нас появляется религиозный сюжет про какого-нибудь вообще отдельного святого, который ничего общего не имеет ни с войной, ни с городом, ни с византийцами, ни с турками, вообще ни с чем, просто все где-то там в другой тракте. Смысла нет так. Особенно учитывая, что можно найти массу примеров и святых, и религиозных баталий, или чего угодно, которые поддерживают эту идею. Ну и дальше, опускаясь на уровне ниже, когда мы доходим до микросюжетов, они очевидным образом все хорошо бы, чтобы тоже или были с этим связаны, или через них бы проявлялся микросюжет. или на самом начальном уровне игры, когда игра как начинается, игра же длинная, в самом начале, в принципе, могут быть микросюжеты, которые не очень очевидно, как с этим связаны, но они все, если игра длинная, отыграются довольно быстро. И хорошо бы, чтобы к моменту, когда они отыграны, они или переросли в некоторое новое качество, которое уже пойдет, условно, на стены, или у игрока заместиться новыми микросюжетами, проистекающими из того, что происходит вокруг в мире. Пример, который я привела, он такой понятный про противостояние. В принципе, макросюжет может быть сделан на механизме, на модели, что ли, на какой-то общей системе. Например, когда мы не делали игру про стоимость жизни, главным макросюжетом была история про то, что у нас город реалити-шоу, и всех, кто живут в этом городе, ну, это такая почти антиутопия, у них есть рейтинг, за ними всегда наблюдают, все их действия оцениваются, и это влияет на всю их жизнь, на то, сколько есть у них денег, на то, сколько есть у них возможностей как-нибудь действовать, на то, как они могут достигать или достигать всех своих остальных целей, и что с ними происходит, если они действуют в окружающей действительности. Опять же, дальше у нас могут быть следующего уровня сюжета, поддерживающий верхний и поддержанный вид, но в целом, получается, что на самом верхнем уровне у нас нет, не знаю, двух или трех действующих сил, которые сталкиваются. Просто сама система накачивает игрока, что он неизбежно в это увлекается, и так как эта система есть у каждого, у него нет шанса отсюда закачивать. Еще один пример, который мне очень нравится, тем, что эта игра вообще ни в каком виде вот и на стандинополе, и «Стойность жизни», могли там «Стойность жизни» хотя бы перегидываться тем, что она на выигрыш, вот, кролик у нас ушел, кролик даже выиграл эту игру, потому что получил ну и большее количество баллов, но всем было очевидно, что это такое выигрыш, а на самом-то деле вообще нет, потому что человек на самом деле получает больше всего баллов, но сложно сказать с нашей точки зрения, что персонаж не победил. Мне очень нравятся примеры игры «Исход». Вы меня слышали? Игра, где она вся в коротоках игре ходит из Египта в поисках земли Актавана. И в течение игры у нас сменяются несколько поколений. Один игрок начинает одним персонажем, но этот персонаж неизбежно умрет, он родится следующим персонажем, потом он вырастет, взрослеет, все это общество, каким-то образом он действует, состарится, он умрет, и это с ним произойдет минимум нескольких раз. Вот у меня были очень длинные жизни, я прошла трех персонажей, были самый чемпион по смертям, прошел шесть жизней. Мне кажется, это ужасно крутая, что поправить эту игру, потому что ее движущая сила, ее основная идея и конструкция построена тоже на механизме, на правилах, и при этом эта игра вообще не про выигрыш, вообще не про геймизм. Правил очень мало, но на этих очень лаконичных правилах строится вся история, и история в итоге получается по историю народа. Народ как главный персонаж, который меняется в течение игры, у него неизбежно происходят некоторые изменения, они чуть-чуть сценированы внешними действиями, встречей с какими-то внешними племенами, но это сценирование на самом деле чуть-чуть структурирует то, что происходит, а на самом деле все происходящее и весь сюжет проистекает из того, как работают персонажи, из того, как взаимодействие. Потом я стала думать про еще всякие игры, примеры которых я делала последние игры. вот все... да, просто русское слово «сюжет», английское было, но в принципе, в основном, здесь значит последовательность некоторых действий, и, по крайней мере, когда мы говорим о сюжете фильма или книге, особенно фильмов, мы обычно имеем в виду последовательность действий, которые мы увидели, мы взошли с персонажем, вот там оно линейно, оно именно по действиям, но в играх все чуть-чуть сложнее. Есть странные игры, которые я исполнила, и которые, тем не менее, я не могу сказать, что в них нечем заняться мастером по сюжету. Если выделить его просто от всех тех, кто занимается организацией, окрашиваем, может быть атмосферой, ну и там сам модельные такие правила, где их, возможно, выделять не нужно. Например, я рассказывала мне про Мари, которого они делали для своих друзей. Игра тоже была про путешествия, они взяли в путь несколько тысяч человек, и отправили их в путешествие. Ну, так вот, Италия, это эзотическое путешествие было на скандинавский остров. Это была история про группу людей, которые когда-то учились в одном классе, жили в одном детдоме, жили в Татьяне, потом один из них пакет, и с тех пор они лет 25 не летелись. А теперь решили снова встретиться. Они решили встретиться, отправиться вместе в путешествие, какое-либо имя, а походу выяснить, кто же все-таки убил этого. Но... И действительно этих игроков купили билет, посадили на самолет, отправили на остров, там сели на порол, и они среди людей, там жителей, которые на этот остров приехали, никто не знал, что они тут игроки, они вели себя просто как люди в современности, но все их взаимодействие было от имени персонажа. Суть про сюжетное в том, что у мастеров не было ответа на то, что произошло. И вообще этой истории у них не было. У них, ну там, вероятно, в начале они там каким-то образом дали какие-то общие идеи персонажа, а дальше все, что происходило внутри, продуцировалось непосредственно в процессе самими игроками. Единственное правило этой игры было такое, если тебе один игрок говорит, а помнишь, как мы, или как что-то там, ты такой, да, конечно, но или и, то есть ты принимаешь, узнаешь любое, что тебе предлагает другой игрок, но можешь интерпретировать это по-своему. помнишь, как ты меня поцеловал в пятом классе? Да, но знаешь, ты вообще с Машей поспорила. И игроки все это прекрасно знали, то есть это все совершенно открытая конструкция, но в конце они все-таки нашли среди себя убийцу, дошли до решения вот этой загадки, поняли все, что произошло, и какое-то между ними произошло взаимодействие в процессе и отработка того, что было когда-то давно. он не был назначен изначально, но в процессе они сами где-то поняли, где-то придумали, где-то догадались, на основании каких-то на своих воспоминаний. Кто-то из них, в конце концов, осознал себя как убийцу, и через это все закончилось. Так происходит, я уже сказала. Первая нортическая игра, в которой я играла в Африану Нортихов. Игра Fallen Stars. Купал шесть звездок. Игра по вещам и барахолке. Все мы. Я в Африану Нортихове, в Блудбоксе, барчопа какой-то, такой же звезды, как сама игра. Я не знала, от чего ждать, и вообще может ли мне зайти, но пришла с открытым сердцем, и не знала, все за что отлично. Мы все, вещи на барахолке, в процессе барчопов, мы выбираемся, какая-то вещь там, как гора вещей, прибираешься в что-то. Я вот на такие бинокли. И... Сюжет, вот как мы можем писать, сюжет невероятный просто. Начинается с того, что вас переносят на барахолку и расплатывает. Всегда, когда присутствуют библиотехники, во-первых, мастера, они приходят изображать у себя людей. Когда они приходят, они всегда включают саундтрек, голоса толпы. Когда уходят, они саундтрек включают. Всегда, когда люди здесь, мы не можем двигаться, не можем поговорить, просто стоим рядом со своим предметом, они взяли, принесли наш предмет, мы попробуем идем вниз. Как только они ушли, мы можем дальше ходить, говорить, двигаться, спорить, что-нибудь друг другу доказывать, проявлять себя, проявлять те истории, которые мы придумали на вартшопе, общаться с этими товарищами, которых мы приведем на вартшопе, но ничего в общем такого. Надеяться, что нас купят, опечалиться, что нас отдал старый хозяин, которого мы так любили. Вспоминать истории. да в общем ничего больше. Иногда приходят люди, там типа раза два или три, они изображают для себя покупателей, которые такие, да, да, я вот это вот куплю, отложите мне до вечера. Они уходят, у нас продолжается общение на то, какой удачный высокий сын мы купили, или они дорого за тебя заплатили. И единственное, что есть кроме этого, есть угол флешбеков. Есть один угол, в котором светит прожектор, или даже не все время светит, а в момент, когда ты хочешь этим воспользоваться, ты выходишь туда, быстро включают прожектор, выключают свет во всей остальной комнате, все замолкают, включают тебе свой трек, можно было им в перерыве просить какой конкретно, или они включали какой-нибудь. и так рассказывал просто каким-то образом свой, не знаю, какое-то свое воспоминание, какую-то свою мысль, или что-то еще. Чайник, например, вспоминал, как с ним и душечный чайник, его любимое хозяйство девочек устраивало чаепитие, и туда приглашали все, и Черчилль, и Путин, и Мишка, и вообще все. И можно было в процессе этого рассказа указывать на людей, и просить их извиниться, и изображать из себя это. И вот пока чайник рассказывал свои непероятные счастливые воспоминания, мы все присоединились и счастливо пили чайник. В конце пришли люди, когда ни за кем не пришли, даже за тем, кого отложили. Ну ладно, значит на переработку. И всех нас по одному увезли на переработку. Ну, в общем-то все. Не сказать, чтобы здесь что-то попало. Но она работает. У тебя как внутри возникает сюжет, у тебя внутри возникает у кого-то мысли, у кого-то, ну, чаще эмоции. Довольно круто и сильно работает тема с флэшбэком, потому что тут и музыка, и сценирование, и там какое-то душеристрающая веселая или еще какая-нибудь история, и оно все. и еще такое выключение из пространства игры получается эмоциональное, на самом деле, воздействие. В том числе. Ну, давайте еще раз скажу. Другие берега. Другие берега, кто слышал? Я волнуюсь. Хорошо. Прости, расскажу тебе. Другие берега. Занимательная игра, потому что наш друг Макдув, который погиб несколько лет назад, смастерил ее в этом году. Он начнет еще до своей гибели, но... Сколько? Три? Четыре года назад. Макдув, удивительный человек, прекрасный мастер, который сделал многое, совершенно дичи какой-то, прекрасно, сюрреалистической в Питере, к тому моменту, уже потерявши ногу из-за диабета, танцевавший танго, учивший испанский, продолжавши делать свои дикие игры, поехал с друзьями на клубы, там его сбил грузовик. Очень грустная, и дикые в его стиле истории. В этот момент он был в активном процессе выстреления игры «Другие берега», которая должна была посвящена быть по произведениям Набокова и Газданова, быть про русских ангелантов, и его идеей была, что первая половина игры проходит в 1914 году в Петербурге, вторая половина игры в 1934 году в Париже, и по идее Макдув, это должны были быть два разных полегона в Петерской области, между которыми он должен был учиться на электричке, когда он закончил как-то свой 1914 год, уехал оттуда на электричке, уехал оттуда на электричке, приехал оттуда на 1934 год, продолжаешь, так я могу сказать, в Питере людей все меньше, в 1934 году все больше, и ты совершил вот этот переход во всех смыслах. А в Гатруке ее в этом году смастерила группа ребят, часть с которыми были его хорошими друзьями, часть вообще с ним особенно знакома не была. Ладно, сделаю отступление, я скажу все-таки, что поразившая меня история про то, что минимум трое из этих мастеров сделали это, потому что Макдув приснился, сказал, ты должен делать мою игру. Я такой, вообще-то не знаю, почему не смешишься в этом исходе. Девочка, которая была макмастером, он приснился в момент, в день своей смерти, и когда она пришла к своей подруге со словами, а что вообще за чувак-то, сидела как раз в слезах, читая все это фрагменты. Ну и потом обнаружилось, что еще паре человек, с которыми не были особенно знакомы ни с Макдув, ни с ней, также он приснился, и они в итоге поняли, что ну деваться-то не было. И вот в итоге доделали. Получилась отличная игра для своего игрока. Потому что, ну, тоже это достаточно специфическое. В итоге не было, по-моему, ни одного игрока, который туда приехал случайно и неудачно. Действительно, были два времени, но все это происходило на одной большой даче, такой, бывшей культуре из советской дачи известной продукции измножить. Был большой шмак, в 1914 год, прием на мост, мне кажется, у каких-то благородных людей, которые отличались. Я пришел по гему, издатель, как тоже, я знаю, кого, по словам. Вечером пятницы. Это все было с вечера четверка. Можно было приезжать до утра пятницы. Все это длилось до вечера пятницы. Вечером пятницы это останавливалось и начинался реформативный кусок. Очень я его боялась, потому что не всегда страшно видеться на сцене, вообще чего-нибудь начать играть. Да? Да, это было уже из двух париконов, у нас все было в одной локации. Вот вместо электрички реформативный кусок. Он был построен так. Сцена, зрительный зал, мы сидим на третьем зале, темно. На сцену по очереди вызывают кого-то из нас. А, важный момент вообще, что она должна была быть игрой по воспоминанию. Предполагано, что вообще все это, ну, то есть, было хорошо, и мастера приветствовали то, что буду играть, твоя заявка была написана в форме мемуара. Написанного из любого времени в будущем. Ты точно знаешь, что твой персонаж должен был в 1934-го года, и ты можешь писать и с 1934-го года, можешь писать и с 1975-го года, еще и с какого-то. Ты объяснишь, как ты помнишь события, случившиеся с твоим персонажем, когда-то, тогда. На игре, конечно, все пойдет не совсем так. Но это нормально, наши воспоминания всегда несовершенны. И всегда оказывается, что потом вспомнится каким-то еще образом. Кто-то написал мемуары, кто-то нет. Но идея того, что все это в том виде воспоминания продолжала на втором плане существовать. В реформативной части она была поделена на три акта. мастер оттеплял время воспоминания госпожи Новинской. Госпожа Новинская в любой форме, которой ей хотелось, представляла какой-то кусок из жизни своего персонажа между 1914 и 1934 годами. В основном они были заявлены игроками заранее, то есть, в основном еще и две игры сказали мастером «Я хочу», три воспоминания, одно про это, одно про то, как я чудовищно добиралась до Новороссийска, а одно, как я уже в подмечке. Например. Их можно было продавать в любой форме. Можно было в форме монолога, можно было в форме разыгранной сценки, можно было в форме сценки с участием других игроков и заранее с ними об этом договориться. было правило, что ты, по картам говоришь, и любой из игроков сидящих в зале мог зажечь ейскую свечку, поднести к лицу, и это значило, что он хочет включить своего персонажа в это воспоминание и сейчас. И если стоящий на сцене считал, что это уместно, он показывал рукой, и тот персонаж бы хотел, и такой, «Ба, госпожа Новинская, не ожидал встретить вас в эту французскую душу». Было очень стрёмно, что это будет, ну, не знаю, любительский театр, не знаю что, выходить вообще. Ну, было один или два выступления, которые показались ему слабоватым, скажем, ну, такой, действительно, слабоватым. В основном, оно было как минимум интересно, как минимум совокупно. Ну, понятно, в последнюю очередь из-за того, насколько мы уже все были включены в эту работу. между этими актами были интермейты, когда мы выпускали свободное какое-то фланирование, мы могли в этот момент встретить другого другого игрока, создать с ним цивилизацию еще на какой-то этот период. Например, не могли ли мы видеться с вами в Нью-Йорке в 22-м? Я думаю, «А, кстати, в самом деле, вааа, до этого иначе могли отыграть эту сцену, или просто, как и бракиды говорится». Мы встретились в Нью-Йорке в 22-м, потом мы помогли друг другу, не знаю, доехать до Парижа, так-то и сядь, и в итоге, к концу всего этого у нас были, во-первых, сформированы эти истории, во-вторых, какое-то представление о том, чего мы выпустили, и в третьем все обретались. Потом, через сценку про то, как мы плывем на условном корабле, нас довезли до Парижа, распустили спать, а в утро субботы начиналось уже 34-й год. 34-й год к приему в особняке испанского посла жена на русской дворянке меценант дает бесплатный обед. Часть из нас пришла сюда, потому что очень хочется бесплатно пожрать, честь, потому что мы местящие вернулись. Кто почему? 914-й, 934-й год практически без сюжета сами по себе. Там тоже было какое-то минимальное осценирование внутри. Ну, не знаю, хозяину устроили игру в Минотавры или что-то еще. Но на самом деле сюжеты с событиями, происходящими, конфликты и сейчас такие вообще нет. Разговоры, чай, игра в шахматы, разговоры о бабочках. Заканчивается все тем, что опять в перформативной форме выходят три игротехники, четыре толкают у монолога имени стран, которые призывают присоединиться к ним, и все игроки по очереди отправляются туда и сюда в двух предложениях, рассказывая в какой стране закончилась судьба этого персонажа. таким образом. Вот. Так вот. И, думая про все эти незачисленные примеры, я подниму закладку, что мне вообще не нравится слово «сюжет». Потому что мастер, который придумывает всему какую-то осмысленную конкур, исходящему внутри, придумывает не только то, что в словаре, наверное, написано про то, что такое сюжет. Я подумала, что с моей точки зрения сюжетом можно было бы назвать, наверное, все, что происходит с персонажем. то есть не только его или какие-то еще действия, но и его опыт, его эмоции, всех, кто за наши понятия делают. Его опыт, эмоции, не знаю, чувство, переживание, и это не обязательно, и даже если это действие, а также все остальное перечисленное и неперечисленное, то это не обязательно то, что происходит с тобой непосредственно явное на этой игре. То есть, когда мы на нарративной игре обозначаем символически или в быстром пересказе какой-то кусок истории, не знаю, выходим в монологах на других берегах, это все равно оказывается по некоторым сюжетам, встроенным в игру, встроенным в наш опыт. Сюжет, возможно, тогда не очень удачное слово. Я пока не подобрала другого. Используя его опыт, потому что это привыкло называться мастерами сюжета, а это все явно комплекс того, что, не знаю, входит в зону ответственности меняя всех тех, кто занимается сучью игры и так далее. Возможно, здесь правильнее говорить, например, о том, другие игры и происходящие. Можно придумать слово лучше. Из того, что мы сейчас говорили на коменте, я вспомнила один пример, который, мне кажется, явно относящимся сюда, не совсем от происходящего персонажа. Это пример с вот этого поворота, когда игроки в какой-то момент из Первой мировой осознают себя персонажами Толкия. Мне кажется, что этот опыт тоже вкладывается в сюжет, в другие, но оно не вот это единственный пример, который я придумала, который при этом не относится к происходящему персонажа. но возможно, просто сюда можно тогда включать не только происходящее с персонажем, но и то, как игрок этого персонажа осознает. Когда игрок через персонажа что-то чувствует, я через персонажа чувствую красоту, или я через персонажа чувствую, что я венахин. Видимо, все вот эти пуске тоже сюда прикольно включить. Дальше я хотелось поговорить про то, какими бывают типы вот этих всех что такое вот это мясо, сюжет и другие какого типа они бывают. И мне неизбежно приходит народная теория про агенизм, агенизм и симмуниционизм. Кто про нее слышал или не слышал? Все слышали? Я слышал, не знаю, что это. Хорошо. Это теория некоторых вариантов структурирования того, как и зачем люди играют, а также про что они мастерят. Мне кажется, что изначально оно пришлось с компьютерных игр мне кажется, что это кто-то про компьютерные игры пытался говорить. Но нам оно тоже сильно хватает. Идея в том, что люди играют вообще-то за разным и игры делают то же, чтобы люди проиграли в по-разному. Это три таких магистральных варианта, которые редко встречаются в чистом виде. Но все-таки геймизм это про то, что тебе хочется выиграть, и кайф тебе доставляет выигрыш. Это очень понятная классическая игровка. Я думаю, что на верхней игровке тоже. Почти все супер классические игры построены на нам. У нас конфликт, у нас соревнования, у нас победа, у нас корова. и я замечаю это иногда в наших веках, даже, когда наши узнали, что такое play to lose, игра на проигры, и они такие, да, да, это тоже круто, но ретилизм тоже пойдет, история это хорошо, но моя история, я так проигралась, я круче всех проиграл. Мне кажется, у нас это очень тоже сильный. Это гемизм. Он не обязательно плохой. Вот там тот же пример про Константинополь, это, конечно же, когда у нас идет война, победа, мы боремся за Родину и еще что-то. Гемизм тут, конечно же, есть. Неративизм, это когда во главе у нас стоит история. Тебе важнее всего в игре создать красивую историю. И это в большой степени история про многие энергетические подходы, но главное, мне кажется, что в Неративизме происходит, что это неизбежное строение такой личности. Потому что ты всегда смотришь чуть-чуть со стороны, ты всегда смотришь со стороны игрока. Это может быть построено по-разному, фактически. Вот, например, история про итальянскую игру про ребят, которые на скандинавском острове выясняют, кто из них убийца. Игроки-то все прекрасно понимают, что нет никакого вот этого, пока что определенного. И они это все строят из любви к истории, чтобы сами этим апеллировать. Другой вариант, тоже такой совершенно крайний, я слышала про какую-то игру, где детектив нужно найти убийцу, но все изначально все знают все, что произошло. то есть нет для игроков, для игрока никакого естественного нет. И вот это то, что сильно часто отличает нас от многих завтракных игроков, мы очень любим, чтобы был сюрприз, чтобы с нами происходило. Но это, мне кажется, про треть. истинный интерес вполне способен поиграть, зная вообще всю поднародную, потому что, ну а как ты сделаешь сюжет круче, если ты не знаешь, что в шкафу стоит скелет? Вот если ты знаешь, что в шкафу стоит скелет, ты сможешь трясти драматургически до того, что ты совсем туда дошел, владелец этого скелета совсем уже была почти умер, ты почти открыл, а потом не открыл. Именно потому, что это даст всем максимальное количество таких ярких переживаний и знания всего, как происходит, совершенно тебе в этом не мешает. Это вот то, что происходит в нарратике. Есть не такие радикальные примеры, большая часть того, что делает фэлка нарративно. Ну, исход, на самом деле, в большой степени тоже. Но это я сейчас привожу в день, например. И симуляционизм. Тут я немножко плаваю, по-моему, мне говорили, что есть варианты, что это чуть-чуть по-другому, но это для того, чтобы жить. Ты приезжаешь, ну ты играешь, чтобы почувствовать себя частью, ты чувствуешь себя частью гературги. Тебе даже не обязательно, чтобы у тебя обязательно происходила суперграз, суперистория здесь, как история. Но ты почувствовал себя настоящим героем. Или настоящим? Жителем 16 века. Или просел, какого это быть предыдущим в пустыне евреем? Если ты хочешь, то я бы правильно наш. Ну, я немножко не согласен. Давай, пожалуйста. Ну, я понимаю, симуляционизм это вот то, что называлось отыгрыш, когда, во времена, когда использовались слова выигрыш и отыгрыш, выигрыш соответствует эмгонизму, отыгрыш соответствует симуляционизму. Совершенно не обязательно почувствовать себя персонажем, скорее отрезать... Ощутить его. Ощутить, что решение, понимаемое тобой, на самом деле, принимает он сам, что внутри что-то случилось. Там, в самом деле, это вот внутри симуляционизм, есть внутреннее расслабление. Вот возможно. Хорошо. Но мне так кажется, ты говоришь, кажется, в принципе, тем же самым. Ты почувствовал себя персонажем, принимаешь решение от него, ты с ним слился, и ты... Ну, как бы, это не требует, чтобы слияние с миром. Это может быть очень активная оппозиция. Хорошо. Ты рискуешь, исходя из вас, и персонажа. Я согласна. Ты полностью восстанавливаешь, как бы, забываешь на себя, и стараешься поставить на весь себя полный персонаж, за мной, по-действому, ведет себя. Да. Я согласна, что главное здесь про слияние и про действия совершенно изнутри. Действительно, это не обязательно нацелено именно на мир, это, конечно, в том числе на то, что именно с этим персонажем и действующих его. Чистых вариантов, конечно же, практически нет. Мне кажется, что большая часть наших классических хороших классических игр, она, как правило, смесь генийзма с симуляционизмом. Потому что мы, с одной стороны, хотим отстоять свой город, а с другой стороны, мы чувствуем себя настоящими византийцами, и это нам ценно. И вот именно симуляционизм, мне кажется, дает нам вот эту любовь, потому что мир происходил с нами. У нас должен быть шанс умереть, не потому что я, как игрок, это решил, а потому что факт так сложился, кости так выпали, чувак оказался более удачивым в верновании. Вот геймизм и симуляционизм такая, мне кажется, супер русская традиция. Нарративизм и симуляционизм тоже иногда соседствуют, например, мне кажется, в тех же других берегах. У нас, с одной стороны, это есть как история, и мы извне, особенно в перформативной части, рассказываем историю персонажа. С другой стороны, вот в тех частях, когда мы сидим и прием чай и играем в шахматы, основная ценность, что мы чувствуем себя вот тем самым бедным художником или, не знаю, графом, который теперь по вечерам играет в шахматы и от днем стирается белье в парижский хрущок. Я даже вспомнила пример геймизма с нарративизмом, и мне кажется, что это Хелкер – тысячелетний герой, тысячелетний герой, где, с одной стороны, это, конечно же, история, и игра создана для того, чтобы мы вышли из нескольких красивых сцен и не захватили индийских эпических героев. С другой стороны, там есть в плане себе движок выигрыша-проигрыша, который вообще-то влияет его командами, придумывая, как нам сейчас победить противника. Такой вот странный микс, который вообще встречается в качестве нерративизма и геймизма Бреже всего. Настойный модуль? Настойный модуль. Совсем. Ну, ну, да, 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 видимо, это чаще встречается в настолках, чем в жилом убийстве. Это удобные слова, чтобы там общаться с теми, кто их знает, но вообще-то на самом деле эти первые слова не обязательно. Но зато круто думать о том, про что ты делаешь игру сразу в двух ключах. Во-первых, ну, опять же, такая наша супер традиция, что мы всегда пытаемся до начала определить, про что мы ее делаем, определить там некий сверхидею или геймфокус. И это не значит, что сверхидея, что это именно что, высокая идея. сверхидея может быть я хочу сделать самую большую игру в Питерском регионе и победить Васюк Пупкин. Это тоже может быть сверхидея, и хорошо быть честным с собой в этом. Может быть твоя сверхидея сделать игру про англо? Почти все говорят, что их идея в этом, а на самом деле это не всегда правда. Ну, вот такая смысловая идея, крутая определить, особенно если у тебя мастерская группа больше одного человека и вам придется особенно, не знаю, вот эти ром или вот эти ром все время сверятся про одну и то же игру делать игру или нет. Но это не совсем про что я еще говорила, а второе, про что клево определиться, это какую игру мы делаем, про что нам хочется сделать игру в плане геймплея или взаимодействия с игрой. Вот, все эти гимии генераторизма они отчасти про это. Про что я хочу сделать игру? Про то, как чуваки не знаю, отстаивают свой город или нет, тогда я знаю, что им важно чтобы в игре существовал во-первых, механизм этого и поэтому в наших играх так часто есть правила попадевки и очень много те, которые позволяют именно в это играть, а во-вторых, клево бы, это значит, чтобы у них был момент выигрыша и проигрыша в финале чтобы, как Рожа говорил, было ощущение закончившейся истории потому что иначе ну да, у меня была цель поиграть, я выигрывал выигрывал а потом оно как-то закончилось в середине может я потом еще выиграю а может нет тут кайфа не будет если у нас игра про это и не прийти и действительно прийти не прийти точно должен если у тебя главное это рассказать историю и как-то услышать историю персонажа вот у меня проект кстати был на Калкином демон-версии пепла и алмаза сейчас я после этой демон-версии думаю что это не так что это меня я чувствую что что-то не хватает но не пойму чего ну не того что я не вышла там не того что а чего и тут я понимаю что вообще судя по всему что Шапелка говорила в этой игре для нее главное то как у персонажа сложившаяся история ну видимо вот эту сложившуюся историю но в качестве демон-версии она выбрала не одну линию хотя бы одну целиком а несколько сцен из самого первого кусочка и в итоге мы увидели как работает ну вот собственно что мы там будем делать в этой самой игре но не успели ощутить вот как бы завершенности о основной вообще ее идее игры основной геймплеем а? натуре тема ну подождите мне кажется что тема как раз самое главное показывать а тут получилось что что-то показали а самое главное сказали ощущение незавершенности как-то как-то да а ну так ну я нашим примером да ну если там классический пример того как мы делаем все неправильно например если у нас главная история или например главное она вживание вот я хочу симпляционизм вживание я хочу действовать от лица персонажа и так далее а мне нужно всю игру постирать рогульки высчитывать модель я считаю модельку а для этого возможно даже получается история красивая но я точно не вживаюсь вот с этими рогульками модельками корсаром что-то бы его поправ который я опять эту модельку пересчитал неправильно а что-то не то а если у нас главная история тоже об модели просто вливаться да но зато если ты едешь и там хочешь сделать игрок про так или иначе выигрыш тогда модель прекрасно работает модель дает тебе ощущение что ты его вскрыл или что ты кого-то другого победила его вскрыла или еще что-нибудь времени практически не осталось поэтому остальное я скажу строговой мне кажется что нам важно определять в чем у нас состоит главная геймплей в чем наше главное мясо это игровая драматургия а дальше уже в этом месте круто бы думать про драматургию как мы там думаем про драматургию будем мы делать триакты или будем мы делать несколько не знаю нахождение предметов полароши или будем мы делать что-то еще но круто вопрос следить что есть у нас игра про впечатление например на то что я сижу впечатлительно на хью чай чтобы именно в этом процессе и была главная другая пусть тогда я сначала хью чай в ранге а потом хью чай в колчак и это почему-то изменилось во мне это почему-то как там сработало а не произошел где-то сюжет что там кто-то а я при чай и в моем хью чай ничего не изменилось должно меняться именно в нем есть всякие простые способы сценирования про ну вот например то что налоги часто делят на такты мне кажется это связано в том числе с тем что это супер рабочий дешевый способ создать ощущение структуры ну или создать структуру в зависимости от того насколько удачно это все сделано не происходит опять же того как ты говорил когда человек закончился или у меня ябракт или чем не закончился ты только знаешь вот граница прошла теперь метод в голову граница прошла теперь следыешь еще из удачных способов вот этого насильного продвижения изменения был пример испанской игры где тоже было там не очень много правилов тоже она была такая очень песочница поэтому мы будем делить это всего происходит но у вас есть несколько локаций есть например локация простите хамам прекрасная локация настоящий хамам очень здорово вообще очень право хорошая вина вкусно все время было сколько угодно вина бассейн в хамам очень рекомендую ездить в итальянский испанский они дешевле всех остальных а все остальное и все включено все включено и если ты не едешь в Италию в бункер кстати тоже рекомендую то еще и бассейн хамамам все такое вот правило было правило хамам ты не должен выйти из хамама таким же как ты пошел к нему что-то с тобой там должно произойти это тоже супер нарративное правило оно супер такое что ты от игрока будешь заставлять своего персонажа поменяться и не будешь пока не поменяешься и будешь сам придумать а почему это я поменялась за это время ну это тоже такой дешевый способ устроить какое-то изменение какую-то нести упорядоченность дорогие-другие ощущения истории мое грубокое убеждение это просто по всех сторонам что во всех что всегда нужно сюжетно всем давать порога меня ужасно весит когда игрокам достает с этим порога мне кажется что игроков нужно любить в правом мире например пример на котором я осознала это и осознала что я всегда так пытаюсь хотя бы делать на своей камере но на чужой игре на где была охрененная моделька наркоты были наркотики и дыритру просто чума там у него все улетали но ровно на мой блог были ребята которые было супер нелогично вообще наркотики употребляют но у него употребляют комиссии все какая-то была такая и приходила если уж точно хотела было так завидно весь полигон в месяц в едином рейде и у них там остров чума и у нас нет ничего равноценного получается что мы такие просто обиженные судьбой я не за то чтобы все игроки играли совсем равномерно но за то чтобы отслеживать когда какие-то крутые детали достаются каким-то игрокам отслеживать чтобы у других персонажей локации группы было как минимум одноценное ну а дальше возможно иметь свойство распределять игроков по тому какое одноценное кому зайдет больше важно закладывать возможность дополнительной эскалации по ходу это я подумала про конфликты про то когда ты каким бы опять же у тебя ни был основной геймплей то что происходит было круто изначально думать про то когда текущая ситуация разрешится а она скорее всего разрешится и скорее всего до конца игры каким будет твой следующий ход чтобы эту ситуацию или другую эскалировать перевести на новый уровень продолжить этот конфликт когда все договорились и вроде бы все свои идеи перестали быть убивали но дальше почему-то происходит что этот ситуация не сохранится почему и опять же мне кажется что главное направление в котором мы думаем должно соответствовать тому из чего состоит это самое фактическое мясо игры и из семинара про перформанс сюда опять же мне показалось изначально включить во-первых Ваня говорила что если по классическому искусству у нас все было ну большинство было про такой конфликт дихотомий просто ооо медная черная то вот в правой перформатии у нас в медном искусстве часто очень следуются границы состояния пограничного мне кажется у нас очень видны выборы тоже что там тем они становятся не классичнее тем больше у нас тоже происходит не про конфликты а про исследование состояний про исследование границы про пребывание ее где-то грани и из того же семинара Ваня упоминал что он очень часто видит что в современном искусстве перформансе в современном театре одним из создателей становится жизнь ну то есть художник создал какую-то рамку но ее наполнение в основном идет за счет уже жизни случая и у нас это в играх тоже мне кажется по полной проявляется в том числе когда я думала про то кто у нас является главным актором сюжета не актором а кто у нас управляет сюжетом в первую очередь что бы мы не называли здесь сюжетом есть разные варианты чем-то управляет мастер чем-то управляет игрок может управлять до игры когда он как русский игрок договариваться с мастером что нет тренер сделает другие правила чтобы не мог поиграть в это когда-то управляет прямо на игре когда он как энергетический игрок придумывает что он сделает с этим скелетом в шкафу это может быть соседний игрок но также очень часто вообще всегда один из факторов управления сюжетом это случай ну и теория вероятностей какую-нибудь динепрофиску по крайней мере что микро что макро сюжет ты всегда учитываешь что сработает такой-то процент что сработает с такой-то вероятностью с таким-то количеством игроков сработает с таким-то нет и всегда имеет смысл писать микро конфликтов на 3 больше чем тебе нужно писать макро сюжеты в 4 раза более увлекающие чем тебе кажется ну на этой счастливой ноте мастерения с жизнью я закончу теперь спасибо спасибо на самом деле точно договорились что используются в группе тоже не очень близко у меня тоже нет слова нормально для этого я считаю что во-первых это одно из самых важных вообще для игры то есть и самое приятное для мастера что я люблю делать у меня тоже нет слова но по поводу мейкро и сюжет к этому не относится то есть у меня сюжет все ассоциируется с другими я хотел узнать а вот собравшихся вот кто считает что слово сюжет подходит для обозначения вот того о чем говорил сиатом слова не важны но полезны для общения кто считает что это входит в сюжет ну ну сюжет сюда входит да я тоже скажу что сюжет конечно это хорошая слова которая определяет много просто у нас есть почему-то большой шмат всего ничего что происходит вокруг что она для чего у нас нет какого-то уже общего названия у нас есть вот правила которые отчасти на это влияют но там как-то влияют у нас есть сюжет который когда говорим у нас сейчас будет доклад про сюжет мы думаем что это будет доклад про три акта и кто как кто действует а вот есть вся эта огромная часть того про что мы на самом деле все делаем в игры а слово как-то не бывает а не в целом как это мне хочется раз по историю не знаю но это не история а история мира тоже другое мне кажется что то есть история каждого персонажа входит в историю мира ну можно но совместно ракет уже и футболизация у меня возникает ощущение что это трид-история и что это история мира и не того что происходило в мире мне на другие интересы скажут чуть ближе вот потому что да да он с одержание хорошо но опять же приходится уникать что это не только не то но и все что произошло вот это снистраивание жри а снистраивание можно придумать слово Спасибо большое. А, хорошая. Заня уже. Давай. Так. К вопросу по драме. Другому вопросу задавайте. То, что говоришь, ты мастер по драме. Мне кажется, в английской языке это будет более доступно. Драма. Спасибо. Может, правда, говорит драма? Да. Интересно. Потому что началась разыгранность драма. Локальный анекдот про иностранную специфику. У них есть определенная проблема с этим. Типа, в русском языке в разных точках мы используем слова «сюжет» и «фабулы». Причем иногда, я не знаю, иногда говорим про внутренние и внешние сюжеты. А когда, значит, одноязычные авторы вообще пазднуют туром, они в некоторых книгах начинают ссылаться в русскую теорию и добавлять к словам плод истории и драмы слово «сюжет». Типа, чтобы описать то, что у нас называется внутренний сюжет. Класс. Вот. А в каком месту, где ты говорила про внутренний чай, какая штука? Типа, есть такой кинографический аналог черного квадрата. Это фильм «Блэру», в котором вы 2 часа и 3 часа посмотрите на синий экран. В смысле? Ну типа, на специфический оттенок синий экран мне не важно. А если у вас за 3 часа глаза не стеклинируют, или если вы 3 часа претите на левую печаль и у вас глаза не стеклинируют, определенно есть херня, которая меняется. Меняется отношение к ситуации. Типа, сюжет в самом минимальном смысле происходит не в том, что делают игроки, не в том, что происходит причина и следствие, а в том, что происходит некое археотношение к ситуации у внутреннего зрителя, у игрока, короче, у человека, да? Да, но это зависит от того, что его добавление к происходящему персонажам еще и отношение к персонажам сходящих к ним. Да, 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 но с персонажем может вообще нахренничьего там происходить. Просто, если ты каким-то образом удержал его, типа, отстраняешься, если он, типа, ну, и заснул, не заскучал, да, не выключился из бессмысленного действия. Ну, понимаешь, да, если он продолжает перечитаться на... Типа, если ты во время ледитации не заснул и не начал думать о работе, а все еще не будешь проходить, да, когда ты смотришь на твой себе экран, то у тебя меняется отношение к происходящему. Да. И вот это твой сюжет, это когда ничего вообще не происходит. Мне кажется, что здесь есть расстояние на две вещи. Одно, то, что мы там можем называть сюжетом драмы, это наше изменение отношения к персонажу и его опыту, и тот опыт, который персонаж все-таки проживает, не знаю, его 350 тиклов откачает, и один взгляд на наш видос. Но есть еще что-то, что, видимо, нам все-таки нужно было бы отделить, если уж совсем теоретировать, про то, что происходит все-таки с игроком, и оно уже не сюжет, а уже чистка игрозки какой-то. Есть масса того, что с игроком происходит на игре, которая, собственно, ну там, драме... не относится. Оно этим с ней связано, оно иногда ее продуцирует или продуцируется ей, но вот есть какой-то еще и городский опыт. Видимо, в том, что ты говоришь, есть кусок того и другого. Ну, типа, знаешь, есть такой... Ну, есть такая... Типа, не знаю, как говоришь, что... В тех историях, где не происходит развитие персонажа, изменение персонажа... Да. Изменение отношения по аудитории. Да. 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 Мне кажется, это раздумывается вот с тем, как меняется, что... А теперь, например, у нас толки... У нас толки это более явно и более грубо сделано, а у тебя еще... Еще... Не понял. Не понял. А... Кривистка, артистка, игра. Как и турбинский сезон. Типа, не кормили. Вам нужно образовать мощь на нарратиме, так как, ну, мы его по правилам на нарратимам, или... Ах? Ну, на ваших наррат... Типа, танкливайте в себя в наших нарратимах, не игрывайте в танк, не идите чуть-чуть... А-а-а-а-а! То есть здесь даже не внутри нарратива, а ещё и... Нет, ты... А ты, сначала... А ты думаешь, то нарративой? Нет, ты не с чего стала... Ты то внутри. А-а-а! У вас есть натурально комбрирующие нарративы, и у dora где пишут в писательную книгу... у вас есть неративка как-то у вас есть, ну не микро макро уровень, а средний и большой уровень на среднем уровне находятся внутри нератива а на макро уровне у вас конкурировки несколько неративов, которые должны описать одну и ту же реальность соревнуетесь, какой сюжет прикольно то есть у нас не только игроки геемисты, это свои суть но даже наша история геемисты, это свои суть в несколько другом рамках Великой Геонардов но только она про конфликт нарратив на ТикТок и она была открыта на конфликт нарративе это просто очень инистративно в политике потому что в политике они сражаются с нарративами кто наряжет нарратив? в Великой Геонардовиче да да, нужно же говорить не при геемистке, а наратив а внутри его нарратив геемистов прикольно, спасибо спасибо вам спасибо вам большое можете идти в обед спасибо вам спасибо